Осаждение в поле силы тяжести Осаждение – это разделение неоднородной системы по признаку различия плотностей, заключающиеся в опускании более плотных частиц на твердые ограничивающие поверхности или во всплывании менее плотных частиц на поверхность жидкости под действием массовых сил, тяжести или инерции. В процессе осаждения твердые частицы приобретают ускорение в направлении действия массовых сил. Возникающая при этом инерционная сила уравновешивается сопротивлением окружающей среды, и частицы приобретают устойчивую скорость, являющуюся максимально из всех возможных. Расчетные формулы для осаждения, полученные из этих представлений, записываются в виде зависимости критерии Ньютона от критерия Рейнольдса или в виде зависимости критерия Архимеда от размерных факторов. При этом зависимостям рассчитывают максимальную скорость осаждения. Производительность отстойника определяется площадью его поперечного сечения и не зависит от глубины. Применяют отстойники периодического полу непрерывного и непрерывного действия. Из отстойников периодического действия в первую очередь должна сливаться менее плотная составляющая. Скорость течения жидкости в отстойнике непрерывного действия, как и в других аппаратах с течением жидкости поверх твердых частиц, ограничивается условием, которое состоит в том, чтобы не допустить взмучивания и смыва осадка. Теоретические основы процесса осаждения в поле силы тяжести. Осаждение тяжелых частиц в жидкости или газе – это разделение неоднородной системы по признаку различия плотностей. Процесс заключается в опускании более плотных частиц на твердые ограничивающие поверхности или во всплывании менее плотных частиц на зеркало жидко-дисперсионной среды под действием массовых сил, тяжести или инерции. Теоретической основой процесса осаждения служат закономерности движения сферических частиц в вязкой среде. Эти закономерности получают либо интегрированием уравнения стокса движения вязкой несжимаемой среды, либо путем выявления критериальных зависимостей, описывающих явления и экспериментального определения связи между входящими в них критериальными комплексами. Интегрирование уравнений стокса для таких движений встречается с трудностями, связанных с их нелинейностью. Упрощение в виде приближенной линеаризации связано с необходимостью последующих экспериментальных уточнений. Физическая картина осаждения твердых частиц в жидкости такова. Под действием массовых сил, тяжести или центробежных, инерционных частицы преодолевают сопротивление среды и приобретают ускорение в направлении действия этих сил. По мере увеличения скорости возрастает и сопротивление движению частиц вследствие наличия вязкости и скоростного напора обтекающей среды. Когда силы, вызывающие осаждение, уравновешиваются силами сопротивления, скорость движения принимает постоянное и при этом максимальное значение. В процессе осаждения на частицу сферической формы действует сила тяжести Г большое. При этом масса частиц рассчитывается по формуле. Выражение для силы Г большое имеет вид, представленный на экране. Подъемную силу, действующую на сферическую частицу, погруженную в среду жидкость, рассчитывают аналогичным способом. При этом масса вытесненной жидкости рассчитывается по формуле. Таким образом, Архимедова сила в окончательном варианте будет представлена так, как вы видите на экране. Сила П большое, как разница между силой Г большое и А, заставляет частицу осаждаться. Расчет силы П вы видите на экране. Сила П большое расходуется на преодоление силы трения Р большое и на создание ускорения движения А. Сила Р большое определяется по закону Ньютона. Формулу вы видите на слайде, так же как и расшифровку обозначений. При установившемся движении ускорение А равно нулю. Тогда П равно Р большое. Или представив это равенство в полном виде, которое вы видите на слайде. После преобразований получим другое уравнение и сведем его к уравнению для критерия Архимеда. Обобщение результатов экспериментальных исследований зависимости критерий Ньютона от критерия Рейнольдса для данной задачи позволило получить следующую систему расчетных формул, в которых дзета зависит от значения критерия Рейнольдса. То есть от того, какое будет обтекание шара. Ламинарное, турбулентное или переходный режим. При числах Рейнольдса меньше 10 в минус 3 сопротивление движения обусловлено уже не обтеканием в понимаемом нами смысле, а в броуновским движением молекул среды. Поэтому в данной области значений критерия Рейнольдса зависимости описывающие явления должны изменяться. При больших числах Рейнольдса, то есть Рейнольдс больше чем 2 на 10 в пятой, скорости обтекания становятся настолько большими, что составляют заметную часть скорости звука. Это связано с необходимостью учета сжимаемости среды, что также изменяет расчетные зависимости. Из приведенных выражений численными расчетами можно определить максимальную скорость движения частиц при осаждении. Однако необходимость численных расчетов создает определенные неудобства. И поэтому можно привести другие экспериментальные зависимости для расчетов. Обобщение результатов экспериментальных исследований дает следующую систему расчетных зависимостей для осаждения частицы. Первая из приведенных формул расчета максимальной скорости движения частиц называется формулой Стокса. Приведенные выражения применяют не только для расчета скорости осаждения твердых частиц, но и для вычисления скорости движения пузырьков газа в жидкости и капель в газе. Процесс осаждения твердых частиц используют в практических целях для разделения пылей и субспензий, а также для разделения твердых частиц по фракциям, размеру, плотности. В лабораторной практике этот процесс применяют для определения геометрических размеров осаждаемых частиц или физических констант, входящих в выражение для скорости осаждения. Если форма осаждающихся частиц отличается от сферической, сопротивление к движению возрастает, а скорость уменьшается, в соответствии с поправочным коэффициентом φ. При этом v1 будет равно φ умножить на v. Значения коэффициента φ в зависимости от формы частиц представлены на экране. При осаждении частиц в стесненных условиях, когда их концентрация велика, проявляются следующие эффекты. Столкновение частиц, приводящее к гашению скорости и к увеличению сопротивления. Увеличение тихоходных частиц, малых, более быстроходными большими. Поэтому в тесненных условиях расчетную скорость осаждения v1 умножают на поправочный коэффициент λ, зависящий от концентрации c. А одна из известных формул для расчета λ – это формула Андерса, которая представлена на экране. Тогда окончательную скорость можно представить в виде формулы, которую вы видите на экране. Оборудование для осаждения в поле силы тяжести. Твёрдые частицы осаждают из жидкостей в отстойниках. Различают отстойники периодического полунепрерывного и непрерывного действия. Отстойник периодического действия представлен на экране. Отстаивающаяся смесь заливается в чан отстойника и выдерживается. Если отделяемое вещество более плотное, чем среда, то есть ρ-частиц больше ρ-среды, например, при разделении крахмального молочка, то частицы плотностью ρ-частиц оседают на дно, образуя концентрированный осадок – шлам. В верхней части отстойника собирается осветлённая жидкость – декантат. Высота слоя декантата – аж нулевое. Если ρ-частиц меньше ρ-среды, что имеет место, например, при отстаивании молока, то частицы дисперсной фазы поднимаются вверх, образуя слой сливок на поверхности осветлённой жидкости. Во всех случаях из отстойника вначале сливается верхний слой – декантат в первом случае и сливки во втором. После этого выгружается осадок или сливается осветлённый продукт из нижней части отстойника. Расчёт отстойника сводится к определению площади поверхности осаждения F и объёма аппарата. При заданном количестве смеси W-смеси и концентрации дисперсной фазы С объём осветлённого продукта рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. Если он образуется за время Тау, то производительность отстойника будет Q равно W делённое на Тау или H0F делённое на Тау. Если известна скорость осаждения В, то В равно H0 делённое на Тау. И тогда расход Q будет рассчитываться как V умножить на F0, где H0 высота слоя декантата в отстойнике или максимальное расстояние, на которое осаждается частица в нём. Из полученного выражения следует, что производительность отстойника зависит только от его площади, потому что скорость осаждения постоянная, определяемая свойствами продукта. От высоты отстойника его производительность не зависит, так как с её увеличением пропорционально возрастает время отстаивания. Отстойники полунепрерывного действия устраивают в виде лотков или каналов. Разделяемая смесь вводится на одном его конце, а декантата выводится на другом. По мере движения смеси на дне лотка осаждается осадок. По мере движения смеси на дне лотка осаждается осадок. По такому принципу работают грязевые отстойники сахарных заводов, отстойники крахмала из крахмального молочка, отстойные газоходы для улавливания пыли из дымовых газов и прочее. Рекомендуемые размеры каналов грязи улавливания длина 200 метров, ширина 50, глубина 2 метра. Размеры деревянных лотков улавливания крахмалов длина 30 метров, ширина 0,5 метра, глубина до 40 сантиметров. Скорость движения суспензии и дымов по каналам отстойников не должна быть выше некоторой критической, чтобы осажденные частицы не уносились потоком. Эта скорость определяется из условия, что сила трения частицы по осажденному слою RT в ньютонах не должна быть меньше силы лобового сопротивления движению частицы в потоке R. И тогда скорость можно выразить в виде формулы, которую вы видите на экране, а также расшифровку обозначений входящих в формулу. Скорость движения среды V-среды должна соответствовать ламинарному режиму течения для обеспечения приемлемых условий осаждения. За время движения потока вдоль отстойника Тау частица должна успеть осесть на дно. То есть должно выполняться условие, приведенное на экране. Объемный расход Q-жидкой фазы, протекающей через поперечное сечение отстойника, равно произведению ширины лотка B на высоту осветленного слоя H0 и скорость В-с, то есть Q равно В-с B-H0. Подставляя в эту формулу В-с равное VL деленное на H0, получим, что Q равно B умножить на L. Как и для отстойника периодического действия установлено, что производительность отстойника полунепрерывного действия определяется не глубиной, а площадью поверхности. В отстойнике полунепрерывного действия осадок разделяется по фракциям. Более крупные частицы располагаются ближе ко входу суспензии. Вблизи ее входа наблюдается уменьшение глубины осадка вследствие дополнительной турбулизации суспензии. Зависимость глубины осадка по длине лотка можно рассчитать по данным седиментометрического осадочного анализа суспензии. Отстойники непрерывного действия изготавливают в виде низких цилиндров с коническими днищами. На рисунке, который вы видите на экране, пятиярусный отстойник, применяемый в сахарном производстве для очистки сатурационного сока. По конструкции отстойники непрерывного действия отличаются один от другого наличием устройств для подвода фильтруемой суспензии, отвода, декантата и удаления сгущенной суспензии. В отстойниках получается от 75 до 80% осветленного сока и от 20 до 25% сгущенного осадка. А обычно оба продукта направляются на дальнейшее фильтрование. Сок вводится в секции многоярусных отстойников через отверстие трубовала и отвод осветленного сока через кольцевые трубы, расположенные по периферии в верхней части секций. Такая организация подвода и отвода сока предотвращает взмучивание не отстоявшегося и осветленного сока. Возможен и обратный ввод и вывод продуктов. В отстойнике, представленном на рисунке, сок первой сатурации поступает в подготовительную секцию 1, имеющую мешалку 5. Здесь от него отделяется пена и при помощи специальной лопасти направляется в приемник пены 3, а затем на переработку вторую сатурацию. Далее сок через окно 4 направляется во внутреннюю часть трубовала 2, откуда через насадки 17 в отдельные секции отстойника. Чтобы неосветленный сок меньше перемешивался с осветленным, установлены кольцевые перегородки 13. Равномерное распределение сока по отдельным секциям достигается при помощи вставок 6. Сгущенная суспензия с дни с 14 отдельных секций лопастями 16, мешалок 11 направляется в сборники, в которых перемешивается лопатками 12. Отвод сгущенной суспензии осуществляется из каждой секции по трубам 8. Осветленный сок из каждой секции отводится с помощью периферийных кольцевых труб 7. Корпус 9 отстойника имеет воздушную оттяжку 10, через которую отсасывается избыточное количество воздуха. Деаэрируемое в секциях отстойника. Площадь поверхности осаждения 4 нижних ярусов определяется из формулы Q равно F умножить на V. Общую площадь поверхности отстаивания принимают равной 1,33 умножить на 5 четвертых от вычисленной. Отношение 5 четвертых учитывает наличие пятого яруса, а коэффициент 1,33 влияние ранее неучтенных факторов. Скорость потока, при которой возможно отстаивание осадка в расчетах принимают в пределах от 0,03 до 0,05 метра в секунду. В случае превышения этой скорости отстаивание прекращается, осадок взмучивается и уносится осветленной жидкостью. Более простая в механическом исполнении конструкция отстойника непрерывного действия изображена на экране. В нем суспензия, поступающая в верхнюю часть корпуса 1, заполняет весь внутренний объем 2 и медленно движется по коническим разделительным ярусам 3. Осадок выпадает на разделительные конусы, ярусы, и по ним сползает вниз и падает на дно. При выгрузке осадок перемешивается разрыхлителем 4, вращающимся вместе с валом. В этом видео мы рассмотрели процесс осаждения в поле действия силы тяжести. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Поставьте лайк, поделитесь видео в социальных сетях, я уверен, что среди ваших контактов найдутся люди, которым оно будет интересно. А на этом я с вами прощаюсь и желаю вам всяческих успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok